Уважаемый господин Кобиратский, уважаемые друзья, коллеги, я сегодня с огромным удовольствием хотел бы представить нашим студентам, преподавателям, присутствующим в зале известного дипломата, директора Центра по предотвращению конфликтов секретариата Организации по безопасному сотрудничеству в Европе Адама Кобиратского. Должен сказать, что эмоционально мне это особенно приятно, поскольку господин Кобиратский является выпускником нашего института, факультета международных отношений 1982 года и с момента окончания института является карьерным дипломатом, причем прошедшим через очень много ступенек работы и в Министерстве иностранных дел Польши, где дважды возглавлял департаменты крупной дипломатической службы Польской Республики. И господин Кобиратский является одним из очень крупных международных чиновников. Когда мы узнали впервые, что Адама Кобиратского назначили заместителем генерального секретаря НАТО, то, конечно, испытали с одной стороны радость, с другой стороны для нас это было достаточно неожиданно, что за короткий период время так изменилось, что поляк, выпускник ЕМО является заместителем генерального секретаря НАТО. И господин Кобиратский, насколько я знаю, поскольку, конечно, стараюсь следить за работой, читать за работой о них, наших властников, очень достойно эту миссию выполнил, затем вернулся опять в ГИД Польши, и вот сегодня он является вторым по существу человеком в руководстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Организация очень непростой, очень многоликой в том смысле, что она занимается самыми разными проблемами, связанными с обеспечением безопасности на европейском континенте. Организация очень большой, поскольку 58 членов только официальных, еще есть партнеры ОБСЕ. Организация, которая имеет свое представительство в очень многих странах, занимается проблемами и конфликтов, и проблемами выборов, и проблемами взаимоотношений стран-членов организации, в том числе и двусторонних взаимоотношений, способствуя разрешению тех конфликтов, которые складываются. То есть работа эта весьма и весьма напряженная. Должен сказать, что у нас в институтах хорошее отношение и с ОБСЕ, и с нашим представителем при ОБСЕ. Традиционно его уже многие годы возглавляют выпускники. Практически с начала деятельности ОБСЕ, и с начала совещания по безопасности сотрудничества Европы, с времен конференции в Хельсинки 1975 года. И многие наши выпускники, но немногие, практически весь аппарат нашего представительства ОБСЕ, это наши выпускники. Кстати говоря, многие из них работали в аппарате ОБСЕ, и занимали там довольно серьезные, высокие должности. Вот последний, кто завершил свою миссию, это Беляев Сергей, который я тоже хорошо помню, и по институту, и по совместной работе в Вашингтоне, посольству. Я не буду больше говорить, хотел бы еще раз подчеркнуть, что с огромным удовольствием хотел бы сейчас предоставить слово Адаму Кабиратскому, нашему выпускнику и выдающемуся известному европейскому дипломату. Большое Вам спасибо. Во-первых, это для меня тоже, так сказать, эмоциональная встреча. Я последний раз был на МГИМО 29 лет тому назад, правда в втором здании еще. Но и тогда сидел по той стороне, а не по той стороне. А последний разговор с господином Таркуновым 30 лет тому назад, я помню, пытался оправдать и выяснить, почему я не приходил на занятия за последнюю недельку. Я был диктором. Я сегодня хочу просто несколько слов сказать о ББСЕ. Извините меня, но так у меня получилось, что за эти 30 лет, когда я работаю, не очень уж часто мне приходилось использовать русский язык, потому я, так сказать, вступительную часть буду по-русски, а потом перейду на английский. Но это никакая проблема здесь на МГИМО. Я, когда был на МГИМО, я отличником не был, но сейчас вспоминаю МГИМО как действительно один из самых лучших. Это то, что самое хорошее, что случилось в моей жизни в профессиональном плане. Что касается еще МГИМО, когда меня принимали на работу в НАТО, тогда генеральный секретарь еще вот Робертсон, у меня с ним был разговор, и он меня спросил, ну, Адам, а как у тебя с французским? Я говорю, ну, вы знаете, французский, правда, я сдал экзамен, ну, я так не очень использую язык, но зато я по-русски говорю. Он на меня посмотрел, говорит, а ты знаешь, Россия пока еще не член НАТО. Но это хорошо, что ты по-русски говоришь, но я не хочу будет разбираться. Что такое ОБСЕ? Вы знаете, по ОБСЕ есть много таких мифов, я бы сказал. Правда и само название не точно. Это называется Организация Безопасности и Средничества в Европе. По существу, это организация, которая действительно занимается сотрудничеством, но не какой-то постройкой системы безопасности. Она, это единственная в своем роде региональная организация, которая, кстати, признавалась ООН как региональная организация в ооновском смысле этого слова, этого термина. Почему она такая единственная или особая? Ну, во-первых, потому что это такой особый форум для диалога, для дискуссий и переговоров пяти и десяти шести стран-участниц. Потом она охватывает уникальное такое пространство евро-азиатское и транс-антическое. Это то, что когда-то говорилось от Ванкувера до Владивостока. Потом она сближает разные группы государств, их общество, различные культуры, регионы, национальные принадлежности. В ОБСЕ есть такая уникальная концепция общей всеобъемлющей безопасности на основе статурничества. Но это не безопасность в смысле только политическо-военное. Это намного более. Ну, а потом страны-участницы ОБСЕ разделяют многие вызовы и угрозы коллективной безопасности. Это тоже надо помнить, что это гражданская организация, которая обозревает на принципах, обязательствах, которые были приняты в 1975 году в Хельсинском заключительном акте. Так что ОБСЕ занимает, я бы сказал, свое особое место на европейской и евро-азиатской арене организаций в сфере безопасности. Она не может и не хочет соперничать в Формуле-1, или, как это по-русски говорится, Лиге международных организаций. Она несравнима с НАТО, несравнима с Евросоюзом. Правда, вы, молодые люди, вы не помните этого, но в 90-х годах, после окончания Холодной войны, после распада Варшавского договора, распада Советского Союза, где-то в первой половине 90-х годов, были такие идеи и были такие концепции, чтобы ОБСЕ осталась единственной организацией, которая будет организовать что-ли систему европейской безопасности вместо НАТО, вместо всех других организаций. Это были довольно, так сказать, амбициозные концепции, но с того времени, из-за тех идей, в 90-х годах в ОБСЕ было разработано много таких важных, что ли, документов по вопросам безопасности, хартии европейской безопасности, ну, всякие другие. Но вопрос в чем? Вот из чего, это, так сказать, корни некоторого недопонимания по ОБСЕ, поскольку есть еще люди, которые думают, что ОБСЕ в состоянии, так сказать, быть единственной структурой безопасности в Европе. Это не так. Она уникальная, она особая, но она не в состоянии заступить других региональных организаций. ОБСЕ имеет такой собственный, институциональный характер и, кстати, охватывает три основных измерения безопасности. Военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое. У нас есть тоже, так сказать, полевые миссии, полевые представительства. Их сейчас всего 17. Так что у нас есть и 17, так сказать, главмиссий, или как мы их называем... Главные Югославии, да? Не только. Мы их называем 17 полевых командиров. Это и на Балканах, и в Центральной Азии, и на Кавказе, в Армении, в Азербайджане, и в Молдове. Есть тоже миссия, или офис, скорее, на Украине. Была еще до начала этого года на Белоруссии. Но уже сейчас не существует. Ну ладно. Почему ОБСЕ можно считать своего рода пионером в появлении новых норм в отношении, прежде всего, предотвращения конфликтов? Предотвращение конфликтов – это главная задача ОБСЕ, кроме, так сказать, того, что организация действует как форум для диалога по всем возможным вопросам, которые имеют отношение к европейской безопасности. Но почему пионер? Почему в отношении как раз предотвращения конфликтов? Прежде всего, потому что еще в начале 90-х годов ОБСЕ разработала основополучий мандат в области раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтов, конфликтного восстановления. Фактически во время Холодной войны СБСЕ, что называлось «Совещание по безопасности и соотничеству Европы», которое можно назвать предшественницей ОБСЕ, уже само по себе это совещание, оно само по себе являлось предупреждающим механизмом или инструментом. Сейчас ОБСЕ находится на пути превращения в то, что в Вене называют «сообщество безопасности», которое должно охватывать не только государство, но и региональные и субрегиональные организации во всяких возможных регионах. Идея сотрудничества с другими международными региональными и субрегиональными организациями была основана в 1999 году путем принятия документа, который называется «Платформа безопасности на основе сотрудничества». Так что мы считаем ОБСЕ такой инновационной организацией, но все-таки понимаем работы в структурах ОБСЕ, что мы можем сделать больше, что касается сотрудничества с другими организациями, особенно в области предупреждения и регулирования конфликтов. Sorry, but I'll switch to English now. What I'd like to share with you today is just a few words about, let's say, ОСЕ instruments and procedures for conflict prevention, crisis management, and conflict resolution. We have a number of what I would call traditional instruments for conflict prevention and for conflict management. These are, let's say, routine things like political dialogue, and we have all kinds of fora for this dialogue, permanent council, which meets every week, the forum for security cooperation, more for political and military issues, but that's more or less routine. Second, just to give you an example, traditional or routine instrument is whenever there is a need or there is a feeling that something might happen, we always have an option to send to dispatch so-called special representatives of the OEC. By the way, those who understand the abbreviation OEC would also remember that OEC is unique, yet in another sense, that it's an organization with a structure, with a secretariat, but we also have a quite unique system of rotating chairmanship. Every year, we have another country in the function of chairman in office or chairmanship in office, CIO, and the chairman in office is always a minister of foreign affairs of a given country. This year, it is Lithuania, and minister Djubalic is our chairman in office. Next year, it will be Ireland, then in two years' time, from Ukraine, and we are now in discussion who should be next after Ukraine. There are not so many candidates, and this was the case in the 90s, but we'll find someone. So whenever there is a feeling that something bad might happen, we have an option of sending of dispatching special representatives, be it of the secretary general of the OEC, or be it, which is a more popular case, special representative of the chairmanship in office of the CIO. But we also have in the OEC something that I would call non-traditional instruments. Like, we have an institution which is called Office of the High Commission on National Minorities, with the office in The Hague, with quite unique mandate on early warning, and I would say that it's only OEC which has such a mandate on the issue of national minorities. Now, it's probably not widely known. I mean, you can hardly find front page stories in the media about the activities of our High Commission for National Minorities, but this is in the nature of this person's job. He was actually, as an institution, very instrumental in helping to solve or diluting tensions concerning Russian-speaking population in Latvia or in Estonia, but this was kind of quiet diplomacy. These are not things that reach the front pages. Then, we have, as I said, it's also under the title of non-traditional instruments, we have so-called field operations or field presences. Some of them have preventive or conflict resolution mandate and basically, their purpose is to assist a given state, host state in post-conflict phase or in transitions with reforms, political, economic, whatever. And, as I said, we have missions de facto, first of all, in the Balkans, in Eastern Europe, Central Asia, Caucasus. That's more or less the pattern at the moment. But we have also specialized missions like border monitoring mission to Georgia and the military monitoring mission to Georgia. Of course, our presence in Georgia, how to put it in diplomatic terms, discontinued after the war in the 2008. Nevertheless, we were present for quite a period of time. Then, yet another form of specialized mission, we have deployed police advisors in Kyrgyzstan after the events in Kyrgyzstan last year, which resulted in a program that we run in the south of Kyrgyzstan in Osh, actually, so-called community security initiative. Then, our speciality, another instrument, is confidence-building measures for non-crisis situations. And here, you know, we have commitments like agreements on the entire program of military contacts and cooperation. These are basically exchanges and visits between members of armed forces, joint military exercises, trainings, visits to military facilities, and so on, so on. We have also exchange of information on defense planning and about defense policies and doctrines. It's only I see that is actually organizing, once every three to five years, a seminar on military doctrines, which is quite important event in the sense that it gives an opportunity to discuss the relationship between political intentions and military instruments available. We have so-called risk reduction measures, mechanisms for consultation and cooperation as regards unusual military activities, voluntary hosting of visits to dispel concerns about military activities, or measures for cooperation as regards hazardous incidents of a military nature. These are maybe funny or bureaucratic names. What's hidden behind those names groups is a special mechanism that whenever country A feels uneasy about what's being done by country B, it may come up with a request and then we would organize either a special meeting or dispatch a mission or try to clarify the situation. All the intention behind those formal mechanisms is to dispel possible concerns and not to allow tension to accelerate. The first generation, just the last thing that I wanted to say or last but one, kind of a case study about how we respond or how we responded to imminent crisis situations. The first generation of the OSC field operations or field presences took place between 1992 and 1995 and we at that time had the first ever mission of long duration deployed to Sanjak, Vojvodina and Kosovo in the former Yugoslavia and then in parallel to that we deployed the spillover monitor mission to Skopje with a preventive mandate and with the idea that OSC and UN could work together there in order to not allow the conflict to spill over as the name of the mission suggests. But this was the first generation. Then as I mentioned, we had border monitoring mission for six years in Georgia between 1999 and 2005 and we also have military monitoring mission there but once more it's discontinued after the war for all kinds of political reasons. Now, even though formally we're not present in Georgia, nevertheless first of all we participate in Geneva discussions about Georgian conflict, Georgian case, but we also put together so-called incident prevention and response mechanism, IPRM, which is a body that meets regularly in Georgia and the idea is to discuss all kinds of practical questions that concern both South Ossetia and Georgia. And then we run also some so-called water projects. Once more, this is not a political thing but this is a very practical important thing for the local population. These are water basically Nicosi pumping station and providing water to local farmers and so on. this is being done by the OSC. The other kind of activity this time in Central Asia is what we're doing in Kyrgyzstan and what I would call a kind of a long-term prevention. Apart from the mission in Bishkek we deployed this police advisory group and put together community security initiative after the events of June last year. we're also doing police reform program in Kyrgyzstan and we have a number of border related activities both in Kyrgyzstan and around Central Asia. But these are not not so sexy things. Let me come to just a few concluding remarks. we think that OSC is in the position that it is possible to enhance OSC capacities in areas related to the entire so-called conflict cycle. Whenever we talk about conflict cycle what we mean is early warning early action or early crisis response then mediation support and post conflict rehabilitation. There were all kinds of discussions in Vienna under the Greek chairmanship two years ago now under the Lithuanian chairmanship so-called COFU process but the idea of all those discussions is to try to enhance OSC capacities in all those stages of conflict cycle. Early warning I'm sure we can do more we can create systematic early warning capacity. Then for early crisis response we can always try to use better instrument that we have. We can create mediation support capacity for dialogue facilitation and mediation processes. And then for post conflict rehabilitation we have all our confidence and security building measures that could be actually used at regional or subregional scale. But as I said at the very beginning OSC is not in a position to replace or substitute for NATO or European Union or whoever else. One of the specific features of the OSC is that we work on the basis of consensus which is both a strength and a weakness because if you have an issue which one state doesn't like then we don't have consensus we can have 55 nations with 55 countries accepting something and one country saying no and then we simply cannot act. On the other hand it is in relative terms a kind of strength because when you have 56 supporting certain project or concept or idea then you can be more or less certain that whatever commitment is taken will be implemented because nothing is imposed on the nations and the countries they have to agree but since but you know of course I'm realistic enough to accept that there is a lot of criticism that can be addressed to the OSC not least on the issue of so called protracted conflicts we're dealing for more less 20 years with or slightly less with conflicts like in Moldova Transnistria Nagorno-Karabakh slightly less than 20 years conflicts in Georgia and these are not solved so we can also be criticized for that but this is an issue that I hope young people like you would help us to solve because what we need in the OEC and what we need in the international community as far as conflict prevention conflict resolution is concerned what we need is innovative thinking and here I'm speaking on a very personal basis just to give you an example for Nagorno-Karabakh conflict and for Transnistrian conflict we have all kinds of formal negotiating formats 5 plus 2 2 plus 1 whatever with the involvement of big players Russia United States European Union and parties to the conflict and those negotiating formats follow negotiations I mean there are ongoing negotiations within those formats for several years why there's no I mean the issues are difficult the conflicts are difficult but there's no solution whatsoever there's no progress it is possible that one of the reasons for this lack of progress is the fact that this is traditional routine kind of confidential diplomacy confidential negotiation whether it can work in the 21st century in the era of globalization civil society involvement that's a question that you will have to tackle once you start your professional life and it would be good if you can kind of once you start to work start your professional career if you could think about conflict prevention conflict prevention is something that will always have to be done but what we really need is once more creativity and innovative thinking how conflict prevention could and should be handled could and should be done in the 21st century whether it's possible to solve any conflict just through secret confidential negotiations at the level of governmental officials whether in order to solve the conflict it would not be better to involve civil society to involve NGOs to involve whatever local movements but I'm quite happy to say that given that I'm closer to the end of my professional career and you're about to start it that this will be your problem not mine thank you very спасибо большое Адам за мне кажется что очень интересно поставлен вопрос связанный с методами и предотвращения конфликтов и регулирования потому что при наших традициях я имею ввиду традициях дипломатии многовековых попытки разрешить нынешние проблемы, к сожалению, оказываются безуспешными. Несмотря на то, что работают выдающиеся дипломаты, имеющие огромный опыт, я имею в виду, и проблему Приднестровья, проблему Карабаха, который, кажется, вот-вот-вот разрешится, как в Казаде недавно во время встречи двух президентов, трех президентов, российского и Азербайджана и Армении, а ничего так и не разрешилось, хотя переговоры шли довольно активно, закрытые переговоры. То есть действительно складывается впечатление, что в условиях глобализации и все больше открытости, когда появились Викиликсы и другие источники информации, которые раньше не играли такой роли в процессе дипломатических переговоров, поскольку просто допуска к ним никто не имел. Сегодня роль гражданского общества, роль неправительственных организаций, роль молодежи, конечно же, очень, на мой взгляд, велика. И она будет только расти, потому что продолжать решать многие проблемы методами сугубо традиционной дипломатии просто не удастся. Хотя, конечно, будут переговоры вести, все закрытые переговоры, без них тоже нельзя, потому что должна быть соответствующая конфиденциальность в решении тонких проблем. Но, тем не менее, вот ребятам, которые сегодня изучают международные отношения, и только международные отношения, все аспекты с этим связаны, и право, и проблемы бизнеса, надо это дело, конечно, иметь в виду и вообще об этом думать. Но у меня есть один вопрос. Поскольку вы упомянули водный проект на Кавказе, то, насколько я понимаю, вообще проблема воды пресной становится одной из основных проблем, связанных с обеспечением региональной безопасности в самых разных регионах. И тяжелейшая ситуация сегодня, если говорить о зоне ответственности ОБСЕ, складывается в Центральной Азии в рамках взаимоотношений Таджикистан, Узбекистан и Киргизия в известной степени в связи с тем, что там есть ограниченность водных ресурсов, и есть очень много неразрешенных в связи с этим проблем, которые вызывают резкие заявления в вождей этих стран, и столкновения представителей этих стран на самом простом, рядовом уровне. Вот здесь есть какие-то идеи, мысли ОБСЕ? Вообще включена ли она в процесс поиска решения этой проблемы? Я бы сказал так. Там обсуждение, конечно, идет, но если я хорошо помню одну книгу, я... «Лед еще не трянулся». Ты того Стаббендера сказал, да? Да, да, да. То есть командовать парадом пока... Нет, нет, еще рано. Но это действительно важная проблема. У нас есть специальный представитель в секретариате ОБСЕ Евгения по вопросам экономическим и экологическим. Он как раз этим занимается. Но там есть всякие семинары, конференции. Но мы этот вопрос, честно говоря, даже вчера обсуждали в МИДе в Москве. И на общее мнение таково, что надо, так сказать, стараться помогать центрально-азиатским странам. Но они должны сами решить этот вопрос. Но это вода для них серьезный вопрос. Но мы можем только помочь. Кстати, вода не только проблема в Центральной Азии. Если я хорошо помню некоторые заявления, вода может быть использована сейчас как оружие. В случае столкновения между Арменией и Азербайджаном. Поскольку у Армении там такое положение, то есть источников воды, что Армения в состоянии просто залить водой половину территории Афганистана. Изрывает армения. Да, ну это просто появлялись такие заявления. Так что вопрос, так сказать, обсуждается, разрабатывается, но на парад рано. Какие вопросы есть, коллеги? У нас времени не так много, поэтому если есть какие-то вопросы, и вы уже проснулись, то давайте вопросы. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... то я думаю, что ОСЮ будет очень инструментальным и необходимым в том, чтобы обеспечить отношения между Азия и Европей. Но, вообще, я думаю, что, во время это не было discutено в Вене, это не просто вопрос. Но, во-вторых, есть какие-то, скажем, развития, как, например, у нас есть новый стадо, или, вернее, есть один стадо, который находится на наших дворах и просит, чтобы быть виноват. Вы можете представить, кто? Монголия. Но это степь в направлении Киина. Я не говорю, что Киина никогда будет виноват в ОСЮ. ОСЮ is kind of getting involved more and more in Asian angle, if you wish. Мы в центре Азии, в всех 5 странах. Мы имеем миссии и офисы в всех 5 капиталах. Конечно, мы должны быть уверены, что наши активы будут как-то балансировать. Мы, frankly, ОСЮ is being quite often accused, including by Russians, by official Russians, of being an organisation which looks exclusively eastward, to the east, and not to the west. I mean, what we need to make sure is that we are really, that our activities are balanced, in the sense that we not act as a kind of a godfather vis-à-vis the east, but that we ensure that all our norms, principal, commitments are met, observed, respected, everywhere, both east, west, north, south, doesn't matter. Nevertheless, we are getting stronger in Central Asia. The issue of Mongolia is not yet decided. I'm sure we'll have long discussions. And I'm sure the exact kind of question that you raised, we would need to address as part of our debate over Mongolia. Because accepting Mongolia would mean that we are kind of a little bit opening towards Asia. But this is up to the participating states in their indefinite wisdom to tell us what they would like to do. The difficulty here will be once more. We would need consensus to accept Mongolia. We would need 56 captains to tell us, yes, you can do it. And Mongolia will have a official request? It will be. It will be. It will be. They have already officially announced that they want. However, the official request is not yet received, but they will receive it through the media. But they will receive the partners now. They will receive the partners. Interesting. What other questions? Please. And then you. My name is Konstantino Sabin. I have a question. So how has OCE somehow paid attention to the recent situation in rebellious countries of North Africa? And is it somehow interested in it? There are two possible answers to your question as far as North Africa is concerned. A bureaucratic answer would be it's not our geographic area. Yeah? A political answer would be we are ready to share our expertise, experience, whatever, in the post-conflict reconstruction in North Africa. We are not in a position to get involved in the, you know, in war there. We were not part of whatever coalition in Libya. No. That's not our speciality. But frankly, there are already some contacts between some of North African capitals and some of our institutions. First of all, DIPC, ODIR, Office for Democratic Institutions and Human Rights. Which is quite well known. It's doing monitoring of elections and things like that. And ODIR is already talking to some of North African countries how to help them in, you know, setting up democratic institutions and organizing elections and so on and so on. As to the involvement of the entire OSCE, listen, once more, we can share expertise, we can share knowledge, we could organize whatever seminars, workshops, we can offer training. We are not, we are not in a position to get involved in any military operation and we have no money to pay for whatever reconstruction. These are things that have to be done by UN, NATO, EU, whatever coalition. Everything else, soft security, democracy building, rules, commitments, whatever, yes, we can help. But this will be, listen, more or less like I'm a Polish diplomat. Like Poland did a few months ago when I was still in the Polish MFA and we had quite a tough discussion. What Poland can do about, I mean, how Poland can contribute to crisis management in North Africa. We had difficult discussions, decision was taken that we would not participate in the military campaign. And then some Polish politicians had a great idea that we can share with North Africans our experience, our democratic expertise. You know what we did? We sent President Valesa to Tunisia to lecture, to do a series of lectures on democracy building. That was actually quite like that, but this is the kind of things that OSCE can do. I mean, more than lectures, but still. A наблюдатели OSCE направляются на выборы? This is kind of a question, which is one of the questions that they discuss. If there will be a приглашение, then, of course, again, there is a question of consensus in organizations. If all 56 people agree with us. Then, money is needed. Yes, and money is needed, of course. Well, money is, if there are some people who send наблюдators, if they ask them, then they can. But this is a possibility that it exists. Yes, it is. Yes, please. Well, first of all, I would like to thank you for an увлекательную lecture from all students. Then I would like to stand up. Of all students. I would like to ask, what is your personal opinion, if you are an official person, but I would like to know your personal opinion about the conflict in the U.S. in 2008. Thank you. Thank you. что вина за этот конфликт, за войну должна, так сказать, пропорционально быть разложена на все стороны, которые участвовали в этом конфликте. Там нельзя сказать, что... Просто нельзя оценивать, знаете, по принципу белое и черное. Там много серого. То, что случилось, там было довольно, конечно, драматично. У меня как раз тоже мой второй друг в то время, буквально в августе 2008 года, был главой регионального бюро ОБСЕ в Цингвале. Так что я прямо по телефону слышал, он мне звонил, слышал выстрелы. Но это, что касается причины того, что случилось. Что касается решения конфликта, пока это, извините, невозможно. То есть то, что делается в Женеве, переговоры в Женеве, честно говоря, это очень хороший инструмент для того, чтобы, так сказать, предупредить возможную эскалацию конфликта. Но это не инструмент, который позволит решить проблему. Там и время нужно, и вот то, о чем я раньше и господин Туркунов говорил. Нужны вещи не только, так сказать, традиционная дипломация, традиционные переговоры, но нужно вовлечение гражданского общества. Иначе это не решится. На бумаге это вопрос нерешимый. Да. Еще есть вопросы, коллеги? Пожалуйста, ну давайте последний вопрос, поскольку мы уже выходим немножечко за рамки. Ну, я так понимаю, есть у нас, да? До последних очевидностей. Спасибо. Господин Кабиратский, во-первых, хотелось бы вас еще раз поблагодарить за интереснейшую реакцию. Вопрос такой. Судя по современной политической ситуации и ситуации в международных отношениях, различных международных конфликтах, можно, возможно, сделать вывод о том, что международное право становится менее эффективным, чем было раньше, как инструмент для решения международных конфликтов и каких-то политических вопросов. Как вы думаете, действительно ли это так? И если это действительно так, то собирается ли принимать ОБСЕ какое-то участие в какой-то реформе международного права, для того, чтобы его сделать более эффективным для регулирования современных конфликтов? Я бы не сказал, что международное право становится сейчас менее эффективным. Вопрос в чем? Действительно, обстановка другая, намного динамичнее. И просто функция и роли международного права другая, чем в прошлом. Это буквально та же ситуация, что и с международными организациями. Если человек изучает историю, функции, роли НАТО и других европейских организаций, ООН, были совершенно другими еще 20 лет назад, а сейчас мы нуждаемся в других функциях, в другом виде, что ли, функционирования этих организаций. Но что касается международного права и ОБСЕ, ОБСЕ как раз единственная организация, у которой нет, как это по-русски, legal personality. Просто нет. У нас все основано на основе политических обязательств. Когда-то это считалось преимуществом, поскольку это флексибельно и так далее. Ну, некоторые считают, что это, так сказать, непозитивная цель. Ну, все такие. Там работа ведется насчет придания какого-то legal status to the AC, но это еще долго пройдет. Я не юрист, но я должен сказать так. Нельзя из всех, так сказать, проблем, которые у нас сейчас, всех конфликтов, по-моему, нельзя выводить, так сказать, мнение, что международное право нам не нужно. Нам нужны другие механизмы наблюдения и другие правовые механизмы. Надо, скорее всего, посмотреть, как сегодняшние реальности относятся к тем нормам международного права, которые были разработаны раньше. Вот самый яркий пример. Право государственного самостановления и территория, территория интегрити. Здесь они сталкиваются, да? Но из этого не вытекает, что эти нормы права не нужны или они не важны. Что из этого вытекает? Надо найти способ, а как они могут вместе работать? Есть ли, в общем-то, механизм такой общий, который можно выработать? И это все по отдельным случаям. Отдельно в Косово, отдельно в Осетии, отдельно по Карабаху. Но это вопрос для юристов. И еще раз, это вопрос для вас, не для меня. То есть для вас, чтобы его решить. Ну, вопрос очень правильный вы поставили. Конечно, необходима адаптация международного права к современному реалию. Международное право все-таки создавалось, как вы хорошо помните, еще Гугл Гроцием и его последователями, а уже столетия прошли. Ну, основная часть, конечно, это после Второй мировой войны в рамках подготовки Устава ООН и других документов, в основном, полагающих. Но мир совсем другой сегодня. И, конечно, я, например, глубоко уверен, что необходимо адаптировать международное. Ну, вы о том же сказали. Адаптировать к современным реалиям. Иначе оно просто не будет работать. Друзья мои, я хотел бы сердечно поблагодарить нашего гостя за то, что он приехал к нам, нашел время, ходит в свой визит напряженно очень в Москву. И заявить, что наш Совет Ассоциации выпускников принял решение о награждении господина Адама Кабиратского знаком почетного выпускника МГИМО. Он такой красивый, на уровень похож. И я с удовольствием выполняю поручение нашего Совета Ассоциации и вручаю вам этот знак. Спасибо всем. Спасибо вам всем. И господин Тарконов, я очень благодарен. Извините меня, но на следующих занятиях я тоже не буду присутствовать.